Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу представить вам мое видео, которое я назвал «Это Зоя 2021 года и настоящее предательство поколений». Душа болит. Не мог я не высказаться на эту тему, хоть и с большой задержкой от момента выхода этого кинофильма, но лучше поздно, чем никогда. Все, времени нет. Я написал эту статью и сейчас вам ее зачитаю. Мне проще читать с монитора компьютера, чем с распечатанного листа перед камерой, так как у меня очень мало времени, и так мне будет просто быстрее. Но от такой записи, такого формата, все акценты мною будут сделаны только сильнее, и это видео донесет до вас мои мысли ярче и нагляднее. Начинаю. Этот фильм 2021 года, выпуска под названием «Зоя», про героя Советского Союза Зою Космедемьянскую, надо было назвать «Новая Зоя для поколения пруфов» или «Зоя для быдла пипла пусть хабает». Так как этот мерзкий фильм есть подлые клевета на наше великое прошлое, на великий подвиг девушки-комсомолки. Это плевок на могилы всех героев, отдавших свою жизнь за других людей, за родину, за отечество. Это плевок и на еще живых участников Великой Отечественной войны. Это плевок в лицо всем честным и порядочным людям. Этот фильм – подлость высшего порядка, так как это глумление над высшим из всех возможных человеческих подвигов. И это звено в цепи подобных этому фильмов по моральному, духовному и, как следствие, физическому уничтожению всего нашего народа и будущих поколений. Подмены эти, суть предательства киношников и чиновников от кино, надо знать каждому человеку. Я не буду долго писать и указывать на всю неправду, которую внедрили его создатели в этот вражеский фильм. Я в дополнение к моему данному разбору дам вам по ссылкам под этим видео посмотреть два других сильных обзора на это, так сказать, кино. Но, тем не менее, я поясню вам от себя то, что не могу не сказать и, надеюсь, меня услышат. Особенно важно, чтобы это услышали молодые люди, подростки. Надеюсь, вы мне в этом поможете, распространив это мое видео, где и как сможете. Я же сейчас попробую пробудить у них душу и призвать к совести и неравнодушию. Поставлю я вот такой один вопрос. Какие нынче снимают фильмы на народные деньги государства, конкретно Министерство культуры Российской Федерации? И кого тогда хотят воспитать нынешней власти из подростков? Вот такими фильмами. Да еще при поддержке военно-исторического общества. Ответ прост и очевиден. Слизняков, дебилов, подонков и предателей. Почему так, вы спросите? Слушайте и все поймете. Все предельно очевидно. Но, к сожалению, не для всех. И еще такой вопрос я ставлю. Почему идеологов и создателей фильма «Зоя» надо по-хорошему повесить? Ну, как пособников фашистов и как духовных расстрелителей умов современных подростков. А все это можно понять из многих сюжетов этого фильма. Например, как эти твари переврали суть, мотив, поступка Зои Космедемьянской в ответ на вопрос предателя Клубкова. Зачем она идет на эти муки? И в этом фильме новая Зоя отвечает так. Ради трамвайчика, булочек и спичек для мамы. Какие мрази. Нелюди. И зато надо их жестко наказать за то, что они подменили, украли истину и не показали правду. Не показали, скрыли суть и смысл истины, подлинной истории. Ради чего на самом деле Зоя шла на муки, на смерть? Зато надо их наказать, что они оклеветали ее величайший подвиг самопожертвования ради высших идеалов, а не булочек. Они нагадили, наплевали на ее могилу. Также и зато нельзя прощать их во веки веков, что они на роль матери Зои и Саши, ее брата, поставили исполнительницу роли проститутки из фильма «Брат 2», которая предлагала герою Бодрова отсосать за 20 баксов. Цитирую. Но есть же, должно же быть хоть что-то святое. В советские времена практически, за редчайшим исключением, не разрешали положительным героям играть в других фильмах отрицательных. И наоборот. И это правильно, чтобы не порождать волей-неволей приходящие ассоциации и не вызывать диссонанс. А тут такое немыслимое. Какое глумление позволить играть проститутке, пусть и киношной. Мать двух героев, которая, вдовев, всю себя посвятила патриотическому воспитанию детей, вырастила одна, двух ребят, и какими людьми их воспитала. Можно сказать, зная ее биографию, что она была просто святая женщина. И какой образ к ней приклеили? Эти. Думаете, это совпадение или случайность? Я уверен, что нет. Видя, что и как они сотворили в этом фильме. А за что шли на сознательные мучения и смерть тысячи комсомольцев той великой эпохи? Настоящих людей? За булочку и трамвайчик? Нет. Они шли на это за правое, великое общее дело, за свободу и всеобщую справедливость, за мир, за коммунизм и за советскую власть. Именно за это. И об этом надо твердо говорить, правду говорить. А эти твари украли и растоптали все идеалы еще в 90-е годы и заменили их химическими булочками для прозомбированного населения. Именно за советскую родину и за идеалы коммунизма она сознательно обрекла себя на муки и смерть. И это в те дни 41-го года, когда немцы подошли к Москве, и уверенность в победе у многих людей была не так велика, как позже, в 43-44-х годах. Эти нелюди не объяснили зрителям, почему же Зоя назвала немцам себя чужим именем Таней. И кто такая эта Таня? А назвала она себя этим именем. В честь героини своего детства, героя гражданской войны Татьяны Соломахи, молодой учительницы и пламенной большевички, настоящей большевички, которая в годы гражданской войны, а именно в 18-м году, совершила еще более феноменальный, невозможный, немыслимый ныне и нынешними подростками подвиг, отряд, состоящий из 19 человек, в котором была Татьяна, был захвачен белогвардейцами, которыми сейчас восхищаются многие, включая власть. Вначале Татьяну Соломаху заставили смотреть, как ее 18 товарищей рубят шашками заживо, а затем ей, белогвардейцы, отрубили руки, а потом ноги, то есть четвертовали, как в средние века. Я не выдумываю, это было именно так. И теперь кульминация. Перед тем, как ей отрубить голову, по всем традициям классического четвертования, она совершила просто невообразимое состояние адской боли. Она смогла сказать им, вдохновителям будущего мирового нацизма, наша кровь не пройдет даром, советскую власть не убить. И вы знаете, Зоя, именно Зоя смогла повторить ее подвиг. Она смогла произнести подобные слова перед своей кончиной. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Москва, что ты любишь? Товарищи, будьте свирея, будьте сами, бейте, жгите, рыйте фашистов, все равно победа будет за нами. Помните, нас 200 миллионов. Прощайте, светлые. Прощайте, товарищи. Именно эти слова она и произнесла, перед тем, как ее повесили. Вот, дорогие друзья, почему я говорю, что с этими тварями надо сделать по-хорошему, причем на государственном уровне, официально, законно. Вы представляете, какими людьми были герои той поры? А ведь это истинная правда. Это были. Так было. Забыли, значит, предали. Но тогда молодежь воспитывали. И взрастили тогда поколения таких, как Зоя, поколения настоящих людей. Несколько секунд на общественно-политическую рекламу, если можно так сказать. Посмотрите, дорогие товарищи, вот это мое видео, которое называется «Политкорректность и толерантность и либеральный фашизм». Вот то мое видео и нынешнее, которое вы смотрите, это все звенья одной цепи. Это все естественные следствия. И вот еще что. Послушайте непременно великое произведение Пахмутовой. В песнях останемся мы. Ссылка именно на это исполнение, которое я хочу, чтобы вы послушали, будет в описании под этим видео. И вторую композицию. Нам доверена песня. А послушав, спросите себя, перевернулось ли у вас что-то в сознании, в душе. Почувствовали вы что-то? И напишите мне, это будет очень интересно, как обратная связь под этим видео напишите в комментариях. Можно ли было последователям этих белогвардейцев, создателям и заказчикам этого мерзкого фильма рассказать вот об этом в своем кино. Но чтобы ярче передать зрителю на каких образах, примерах и принципах воспитывалась Зоя и ее брат Саша и миллионы их сверстников в 30-е годы. Почему они не показали в своем фильме их жизнь, их принципы, а начали знакомить зрителя с Зоей только с выпускного вечера 41-го года? Да и там, с поцелуев. Да понятно почему. Они просто решили отсечь все причинно-следственные связи, ее взросление, становление, убрать преемственность с поколениями героев гражданской войны, убрать формирование ее убеждений, характера и воли, убрать связь и закономерности ее воспитания с ее подвигом. И захотели заменить ценности тех поколений вечные, высшие человеческие ценности настоящих людей на современные в кавычках ценности, о которых далее я поясню. Возможно ли создателям этого шедевра было передать этим фильмом истину, показав тем самым пропасть между тем временем и нынешним, когда за булочку, то есть за удобство, сытость, спокойствие и личные блага многие готовы продать друзей, родных, родину и совесть, да душу готовы продать. Конечно же нет, невозможно, но тогда не надо хотя бы придумывать какие-то там высокие идеи и восхвалять свое творение с патриотическими нотками. Пошло. Самые страшные потери принесла нам та война. Настоящие коммунисты и комсомольцы, самые честные, идейные, светлые люди, которые в мирное время всех себя отдавали на труд, созидательный труд, на строительство новых заводов, фабрик, новых домов, культурных центров, кинотеатров, новой жизни. Эти люди во время войны первыми отдавали свои жизни, за своих товарищей, за свои идеи, за свою родину. Лучшие люди осознанно и смело шли на смерть и на муки, в том числе из-за таких вот мразей, которые нынче оклеветали великого героя Советского Союза. И тем самым всех героев тех лет оклеветали лучшую часть нашего народа. Они растоптали, унизили, скрыли истинные мотивы ее бессмертного подвига в назидании всем нам на вечные времена. Эти мрази нарочно не показали формирование мировоззрения того поколения и лично Зои. Иначе спящая, пребывающая в безволии, растлении и безидейности современная молодежь прочувствовала бы что-то иное, прониклась бы, напиталась бы силой правды и света великих идей и свершений и прослезилась бы, а прослезившись, волей-неволей задумалась бы о многом. Многие молодые люди захотели бы узнать, что же это за такие великие идеи и высшие ценности, за которые такие же молодые люди, как и они сейчас, гордо и без сожаления отдавали свои жизни. Что же это за идеи лежали в основе формирования, мировоззрения таких молодых и таких несгибаемых людей, будто былинных, великих героев, людей тех поколений времен становления первого в мире социалистического государства. Тогда часть молодежи наших дней стала бы изучать то, что по мере их изучения в корень изменило бы их нынешние представления о ложных ценностях, вбитых в сознание современного общества потребления в духе 90-х годов. Бери от жизни все и моя родина там, где мне хорошо жить. То, что навязали современному обществу либерасты 90-х. А такое понимание грозило бы существованию буржуазной России. Почему современные фильмы и не могут быть правдивыми, так как идеология и власти и общества теперь буржуазная и надо всеми средствами оболванивать людей, меняя историю, убирая идеологию, воспитание, истинный патриотизм. Им надо делать все, и они все для этого и делают, чтобы формировать общество, психологию приспособленца и потребителя. А патриотизм свести к булочкам и трамвайчикам, что они успешно и делают. А как эти современные 30-летние актеры играют 18-летних героев подростков той поры? Прониклись ли они тем духом и теми идеями, той силой и той правдой? Нет, конечно. Не дается им то почувствовать. А пухлые щечки 27-летней актрисы ну никак не передают лишение войны и не приближают к достоверности образа Зои Космедемьянской. Любовные сценки впихнули они даже в этот фильм «Мерзавцы». Набрали они и про подрыв дороги, ведь у настоящих диверсантов все получилось идеально, а не как в этом фильме по-идиотски. Сцена как немец мочится на Зою вообще нечто особое. И это что за креатив сценаристов-дегенератов? А может у авторов данного фильма именно такое личное отношение к Зое Космедемьянской, которое они прямо показать не могут, но вот так иносказательно вполне? И это они уже ясно демонстрируют своим просвещенным единомышленникам, которые в теме. В этом, кстати, один из подтекстов фильма. Именно Зоя на самом деле поджигала дома, а не как это делал ее товарищ в нынешнем лживом фильме. Переврано в фильме почти все. Почему они не показали, как Зоя читала Маяковского у Ночного костра про город-сад? Ведь именно эта вера в идеалы коммунизма и светлого будущего, основанная на идеалах товарищества и любви к своей великой родине, вдохновляла и ее, и ее товарищей на труд и на подвиги. Она воспитывалась на произведениях Островского, как закалялась сталь, на рассказах Гайдара, на том, что сама видела вокруг, как хорошеет ее страна с каждым днем, как их высот достиг народный дух и его свершение. Они мечтали и росли и жили для героической жизни. Они хотели творить, созидать, но им пришлось отдать свои молодые жизни за товарищей, за эту веру, за эту правду, за высокие идеалы коммунизма. Вот именно за это она и рвалась защищать свою родину и никогда не была безвольной и отрешенной, как показали нам эти творцы в данном хитром и подлом фильме. Мрачной пустышкой предстает в этом фильме перед нами Зоя. Они идейны и сильной героиней, прямо смотрящей в глаза врагам отечества, коей она была на самом деле. Местные жители дословно повторили то, что она говорила перед казнью. И до сих пор еще есть живые свидетели ее слов. Эти ее слова остались и в газетах, и в книгах, и в фильме 44-го года, который вы обязательно посмотрите. Ссылку я дам тоже в описании. Но эти мрази уже давно и полным ходом переписывают нашу историю. Еще при живых свидетелях, при живых участников Великой Отечественной войны, переписывают они историю, в которой у них оказываются героями красновцы и уже делаются попытки оправдать власовцев. Вот и до Зои они теперь добрались. А что это за цитирующий Лермонтова благородный нацист? Можно сказать душка, но просто нет слов. Эти авторы решили создать привлекательный образ нациста и захватчика. Тогда кем являются сами авторы? Именно, чем я сказал в начале, пособниками фашистов. А Зоя, она не молчала на допросах, это тоже ложь. В итоге творцы подменили комсомолку на великому ученицу, но просто библейский сюжет нарисовали. Вот во что превратили правду в кривду. Как Мединский пафосно сказал у памятника Зои, это Голгофа, она святая. Именно атеистка и комсомолка Зоя, а не Зоя Блаженная, с твердой решимостью противостояла подлым захватчикам своей родины. А у них в фильме нет личности, а есть некое мученичество. Зачем ей ноги омывают перед казнью? Это что за чушь? Они подменили идеи коммунизма богоугодными идеями. И то самого низкого толка с булочками и трамвайчиками. В общем, фильм пустышка, фильм подмена, фильм пропаганда искаженной истории, фильм пропаганда буржуазного строя, капитализма. Где гордые и горящие силой правды глаза Зои? Чем их подменили? Почему ее брата Шуру не показали хотя бы на пару минут, кем он стал после начала войны и как он закончил свою героическую жизнь? Все это очень серьезно. Они, эти создатели, тем самым еще и крадут счастливое будущее у наших детей. Надеюсь, вы это поняли или скоро поймете хотя бы теперь, после моего пояснения очевидного, очнитесь, зрители, граждане. А вы в курсе, что совсем недавно один подонок, врач такой есть лысый, с очками, если я не ошибаюсь, даже приписал Зое шизофрению? Вот именно такие подонки, как этот врач, стали бы теми самыми свиридовыми. Случай, что? Это отношение к этому фильму есть лакмус. Лакмус, кто есть кто. Запомните это, дорогие друзья, и запомните их, этих свиридовых наших дней. Помните и не забывайте о них. Забыть такое, предать своих героев, своих предков, предать народный труд и народный подвиг, предать свою землю. Пару слов о брате Зое. Это Александр. В этом кино он показан безвольным болваном, а ведь он был совершенно иным, сильным, смелым и стойким. Он через несколько дней после начала войны пошел на фронт и стал потом командиром батареи Су-152 350-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка 1-й армии 3-го Белорусского фронта. Был гвардейстаршим лейтенантом в 45-м. В 45-м награжден орденом Ленина посмертно. Был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени в 44-м году и 2-й степени в 44-м году. И был награжден героем Советского Союза. Два великих героя в одной простой русской семье. Товарищ Сталин в фильме показан просто размазней. Верховный главнокомандующий не мог никак, как бы этого не хотели создатели фильма, вдохновиться силой духа и подвигом партизанки Зои, ну как показано в фильме, так как до свершения ее подвига разумеется не знал и не мог знать ничего о ней. Не был он знаком с ней лично, как лживо показано в этом фильме, а как узнал о ее подвиге, написал приказ не оставлять ни одного нацистов живых из подразделения, где и кем была убита Зоя. Не был Сталин и на перроне в желании сбежать в Куйбышев. Ложь абсолютная и подлая. Но современные сценаристы и режиссеры эту подлую ложь внедряют осознанно и не просто так. Лжи в этом фильме много, более 30 сюжетов от мелочей и разных деталей до немыслимо очевидного и глобального. А надо было в этом фильме показать, как расстреляли предателя Свиридова в 42-м году. Но тогда, конечно, надо было пояснить зрителю, почему по 58-й статье расстреливали не только невинных, как они показывают нам постоянно уже более 30 лет. А это, как вы понимаете, ну невозможно в нынешнем государстве, при нынешнем политическом строе. Так как буржуазный строй, кой у нас сейчас есть, по своей природе и сути полностью противоречит и противостоит коммунистическому строю. Поэтому оружие, пропаганды и лжи включено на полную мощь. Советскую власть крестьяне у них в фильме в 41-м году не любят, электричества в 90-е километрах от Москвы у них нет, живут наши люди в грязи, быт деревень и крестьян, ну как в 17-м после разрухи или в гражданскую. Ну а вывод фильма просто феноменален. Девушка шла к Голгофе русской. Это цитаты. И не намекают, а ясно говорят подобными сюжетами, что нет никакого подвига коммуниста и атеистки Зои, а есть некая русская христианская жертвенность. Но и тогда им надо было бы хоть убрать из перечисления за что булочки. Это точно не христианские идеалы, не так ли? Они не захотели показать, что этот великий подвиг и действительно великий был подвигом смелого и чистого идейного человека, самый высокодуховный и наивысший из всех возможных, не захотели показать так, чтобы молодежь захотела быть такими же, как Зоя, такими же принципиальными, смелыми, идейными людьми. И это понятно, ведь тогда они, часть современной молодежи, захотели бы изучить, как жила Зоя. Благо еще можно найти книги 50-51 года выпуска и более поздние советские издания. Я, к примеру, сразу же купил, нашел издание 51-го года. Молодые люди, да уже и не только молодые, многие позабыли, захотели бы узнать, каковы же были идеалы такой высоты и силы, чтобы на них шли на мучительную гибель такие же молодые люди, как и они, нынешние молодые зрители. В чем же разница между ними, теми, и нами, нынешними? Почему все так изменилось? Кто в этом виноват? И второй извечный вопрос, что же делать? Они бы поняли, что такое истинные ценности и что счастье заключается в в радости от совместного созидательного труда для построения справедливого общества и понимания своей сопричастности и причастности своих товарищей к этому небывалому во все времена благому и нужному делу. А самопожертвование ради высших идеалов, ради других, ради родины и народа, ради укрепления веры отчаявшихся людей в неминуемую победу и устрашения врага от такой несгибаемой силы. не захотели они показать и то, что таких героев были тысячи, что воспитаны они были на примерах других героев, что она и такие же, как она, миллионы советских людей шли на этот всеобщий, всенародный подвиг, и что такой народ невозможно было ничем сломить. А эти даже смысл подвига Христа не передали. При этом проводя аналогии с Христом, Христос и Зоя отдали свои жизни за людей, за близких, за общество, а не за булочку и трамвайчик. Неприязнь и ненависть к советской власти сквозит у этих нелюдей постоянно. Врали они во многих фильмах, наснимали за 35 лет мерзких и подлых киношек сотнями, от сволочей до штрафбата, да еще на народные деньги лгут молодежи. Миллиарды извели за эти годы и молодежь растлили, паразиты поганые. Хорошо Меньшов сказал про создателей фильма сволочи. Значит, я надеялся, что пронесет, не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания. Есть еще порядочные люди и среди кинорежиссеров, хотя их, конечно, осталось мало, единицы. Кстати, посмотрите интервью Меньшова Семину, очень интересное. Люди, не забудьте это, запомните, кто в этом безобразии участвовал. Запишите их поименно, придет время и они за все ответят, как должно. Прощать такое нельзя. И последнее, знайте и помните, что подонок Александр Невзоров сказал о подвиге Зои Космедемьянской. Невзоровские среды, вышедшие в эфир вражеского радио Эхо Москвы, в этом рассаднике вражья 3 февраля. В ней, в этой программе Невзоров, говоря о этом новом художественном фильме Зоя, прокомментировал подвиг Космедемьянской следующим образом. Заслуги-то никакой не было. Фанатик, исполняющий преступный приказ. И надо признать, отдать должное, что Российское военно-историческое общество направило заявление в Генпрокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить высказывания журналиста Невзорова о Зои Космедемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма. Об этом 5 февраля сообщалось на сайте организации. Но вот будет ли ему наказание за это? Я думаю, вряд ли, но посмотрим. Кстати, там есть это заявление. Поддержите это заявление. Вообще, что творит этот Невзор в последнее время, это, конечно, немыслимое. Я имею в виду его страшную лютую ненависть к России, русскому народу и в прошлом, и в настоящем. Явно налицо, зная и то, что он говорит сам про себя, про свою беспрецепность, циничность и тому подобное, что ему хорошо заплатили за насаждение ненависти к своим родителям, дедам, прадедам, предкам, к своей родине и даже к самим себе. Но в завершении хочу вам сказать. Помогите в распространении данного видео, копируйте на свои ютуб-каналы, у кого они есть, на свои ресурсы, в соцсети. Делитесь этим моим видео с близкими, друзьями, коллегами, особенно с молодежью. И, конечно, напишите мне очень важна обратная связь от вас. Под этим видео не ленитесь, хотя бы несколько секунд потратьте на это. Что вы думаете по поводу моего анализа, моего крика души? Каково ваше мнение? Если вы протестуете, что немыслимо для меня, не согласны со мной, то тогда развернутой и аргументированно напишите, а не плюйте либеральной лютой ненавистью огульно и бездоказательно. Не забудьте, что под этим видео будут ссылки. Обязательно посмотрите все то, что я рекомендую вам посмотреть, изучить по данной теме. Напоминаю вам про мое видео о политкорректности и либеральном фашизме. И, надеюсь, скоро выйдет еще одно мое видео на данную тему. Даже два. Разбор старого советского фильма «Воскресная ночь» и про современные мультфильмы для детей. А на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия и надеюсь, что правда все же победит. Несмотря на то, что многие в это не верят, а подонки надеются, что этого никогда на их радость не свершится. До свидания. До свидания.